Одиннадцатое. Интеграция хасидского и литовского направлений иудаизма. Рав Кук рассказывал о себе, что когда он был еще ребенком, родители спорили, будет ли он раввином литовской школы или хасидским рэбе. И действительно, с одной стороны, он принадлежал к течению литовских гаонов, таких как знаменитый Вилинский гаон и Рав Хаем из Воложина. А с другой стороны, в некоторых аспектах он был близок к учению хасидского движения Хаббат, и в его личности проявлялись классические черты хасидского рэбе Цадика. Этот хасидский в кавычках аспект мы видим по описаниям того, как он молился, как проводил занятия в Ешиве, как проходили у него субботы и праздники, а также по тому, как относились к нему ученики. Эту двойственность литовского и хасидского направлений символизировали два портрета, которые висели над его рабочим столом. Портреты двух ярких «идеологических противников», между которыми в свое время, в конце XVIII века, шла почти настоящая война. Раби Шнеура Залмана из Лят, основателя движения Хаббат, автора книги Тания, и Гаона из Вильно, главы «Миснагдин», в кавычках, противников хасидизма. И действительно, учение Рава Кука включало в себя элементы как рационального «литовского» мышления, так и хасидского мировоззрения.